Вопрос задать. Остался у меня ещё один вопрос. Погромче говорите. Слышно меня? Да, слышно. Значит так. Я иногда произношу имя своего сына. Слух. Я, например, работаю, хожу. У нас очень напряжённые отношения с ним. Или молюсь иногда. У меня просто выскакивает. Его имя. Слух. Я не знаю, что это такое. Не знаю. Вы сами себя исследуйте. Бывает так, что бесполезно молиться. Господь как бы указывает. У меня есть такие. О них нет молитвы. Вот Навальный, допустим. О нём молитесь никогда. Я не могу объяснить. Я объяснять не пытаюсь. Это человек скользкий. Он, как я называю, банный обмылок. Ничего у него нету. Ничего. Одна смута. Одно зло. Сгустилось в нём и всё. Он ни за что не отвечает. И вот здесь людей мутит. Особенно молитва. Ефрема Сирина. Нужно заканчивать во веки веков. Да, как написано, так и надо. Ничего не мудрить. Ну, в чём-то тут какая-то разница же есть. Да зачем мне искать разницу? Искать её не надо. Как написано, считай и всё. Во веки так понятно, что бесконечно. А вот ещё в предначинательных молитвах иногда мы читаем «Господи Иисусе Христе, Сыне Божьей молитвы ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас». А иногда идёт, ещё добавляется «преподобных и богоносных отец наших и всех святых». Ну, как есть, так и считай. Разница-то небольшая. То есть нет здесь… Нет, это ничего. Я обратила внимание, что в утренних так, а в вечерних по-другому. Не слово Божие это, а молитва. Молитвы составляли человеки. И поэтому у неё несколько вариаций может быть. Хорошо. Спаси Христос. Слава Христосу. Так, всё. Отхожу.